На подготовку одного автобуса к зиме у электрика Вячеслава Исаева уходит в среднем до полутора часов. За это время он проводит техобслуживание всей электросистемы, дополнительно проверяет работу печек в пассажирском салоне и у водителя. При необходимости меняет изношенные детали на новые. Сами моторчики, отопители. Бывает проводка, реле, как обычно. Душ вкладываем. Тем более электрооборудование бывают такие поломки, что не сразу найдешь. Приходится повозиться. В транспортном предприятии работа кипит круглые сутки, ведь оно обслуживает муниципальные автобусные маршруты. Механики меняют масло и другие жидкости, а также изношенные детали. Контроль качества происходит на каждом этапе. Мы ориентированы, конечно же, на удобство наших пассажиров, поэтому все всегда делаем заранее. Проверяются все двери, окна, чтобы были на них утеплители, чтобы нигде не было никаких сквозняков. Людей в салоне не продувало. Также проверяется работа отопительной системы, чтобы не было никаких неисправностей и неполадок в системе отопления, чтобы в салоне печка работала как полагается. Плюс подготовка к переходу на зимное топливо тех автобусов, которые работают на дизеле. На предприятии заранее купили зимнее топливо. Оно позволяет работать автобусом бесперебойно даже при 40-градусном морозе. Контракты все заключены с поставщиками. Мы работаем уже давно с проверенными компаниями. Для того, чтобы наши пассажиры себя чувствовали комфортно, в безопасности, и ощущали комфортную, теплую атмосферу в транспорте, мы заблаговременно начали готовить свой подвижной состав к зимнему периоду. А пока не грянули морозы, печки и другие системы тестируют в нынешних условиях при плюс 12. Проверку пройдут более 450 автобусов. И во всех должно работать отопление. Перевозчик отмечает, пока жалоб на горячую линию предприятий и через социальные сети не поступало. Сейчас часть автобусов уже выходит в рейс с теплым салоном. Это касается как городских маршрутов, так и дачных. Они будут курсировать до конца октября. Кроме этого, кондукторам выдают дополнительные батарейки для терминалов. Их ставят вместо разрядившихся. Обилищивание продолжается. Автобус остается на линии. Значит, движение общественного транспорта будет стабильным и регулярным с теплыми салонами. Пассажиры сразу оценили заботу о себе. Да, да, тепло, работает печка, все нормально. Заботиться не только о комфорте пассажиров, но и о безопасности и гигиене. Круглосуточно продолжают трудиться мобильные бригады, занимающиеся санитарным содержанием муниципального транспорта. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.